коллеги добрый день если меня слышно прошу вас как-то отреагировать здравствуйте да 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 вижу ну значит слышно добро пожаловать можем начинать я так понимаю да добро пожаловать на наш вебинар сегодня постараюсь рассказать как можно подробнее батареи прайс дага в париже который мы представляем меня зовут елена мы представляем этот отель и не только этот но об этом может быть как-нибудь другой раз в россии странах снг и в сочной европе если у вас возникать вопросы по ходу вебинара прошу вас задавать их после того как я все расскажу и покажу и постараюсь ответить на все ваши вопросы конечно в конце последних слайдов вы сможете увидеть мои контакты можете ко мне обращаться по всем вопросам ну что ж давайте начнем отель прайс дага находится в самом центре французской столицы на авене у жоржа 5 в так называемым золотом треугольники здесь на карте можно увидеть это соответствует треугольной части восьмого округа ограниченная вене монтейн вене джорджа 5 или сельскими полями отеле расположен в нескольких шагах от знаменитых элисейских полей триумфальные арки и филевы башни а также модных французских домов и роскошных бутиков таких как диор или карте на авене монтейн гостей ждут рекомендации наших опытных консьержей стоящих в ассоциации клейдор и владеющих всеми секретами лакшери коллекции вы сможете познакомиться с легендарными образцами парижского ордеко самыми престижными домами моды франции и с другими бесчисленными сокровищами столицы известными и не не то они не так известными немного истории об отеле и его стиле его убранстве 1924 году артур мион который был владельцем исторических хотел построить небольшое предлагающие самые современные стандарты для этой цели у него был уже куплен участок на авеню джорджи пятого это было как раз то время когда в 1925 году международная выставка декоративно-современного промышленного искусства обозначила поворот дизайне на этой выставке миру были показаны предметы роскоши французского производства доказавшие что париж остался центром стилей после первой мировой войны от названия этой выставки свое имя получил и и стиль ар-деко или в переводе с французского декоративного искусства отличительные черты этого стиля строгая замерность смелые геометрические узоры оформление в полутонах отсутствие ярких цветов в оформлении но при этом пестрые орнаменты и и роскошь в мебели этот стиль воплощала жак-эмиль рудман это самый известный дизайнер мебели той эпохи и возможно последний из классических парижских краснодеревщиков среди прочих очень характерные работы великого рене лалика а также часы ювелирные изделия картин например символом ар-деко в декоративно прикладном искусстве стала скульптура из бронзы и слоновой кости поэтому множество таких предметов можно увидеть и сегодня в нашем отеле вообще в те годы в париже можно было бы составить список кто из кто в мировом искусстве если бы была такая классификация тогда в одно и то же время например городе творили пабло пикассо семью беккет жан миро джеймс джойс гертруды штайн сальвадор дали марк шагал эдгард дега эрнест хемингуэй и так далее а пока строительство отеля приближалось к своему завершению в нескольких авеню отсюда совсем рядом джордж гершин написал американец в париже все это наверное сильно повлияло на нашего владельца и владельца господина миона которому тогда было 72 года и поэтому он построил современное здание в стиле арбико выбрал королевское имя для нового отеля принц-уэльский или по-французски отель прайнс-де-галь также он обеспечил права использовать герд принца уэльского всего изречением их дин что означает в переводе я служу наконец 2 августа 1929 года 90 лет тому назад открылся отель прайнс-де-галь в этом году мы с гордостью будем отмечать это 90-летие и у нас подготовлены некоторые сюрпризы и некоторые небольшие приятности для наших гостей в связи с этим но давайте вернемся назад в современность в 2011 году принц прайнс-де-галь был закрыт для капитального ремонта а в 2013 году он вновь открылся для гостей дизайнер отельных интерьеров перри фрошон может быть кто-нибудь из вас об этом слышал позаботился о лобби номерах и коридорах вдохновлялся естественно наследием дома в стиле арбико как он сказал будут цитировать на память было бы возможно спроектировать современный отель но я не знаю не стал потому что так много отелей которые выглядят одинаково и только название у них меняется здесь свой собственный характер в убранстве отеля использованы материалы характерные для арбико и во многих случаях дизайнеры сотрудничали с теми же домами которые изготавливали первоначальную обстановку на этажах например можем увидеть в коридорах которая выдержана в оттенках бежевого и коричневого для ориентации бежевого сторона эта сторона улица коричневая сторона патио внутреннего дворка бра на стенах задают тон повторяя геометрический дух тридцатых годов а черно-белые фотографии журнала в окт того времени носит декоративные и очень известный оттенок переносимся в первую категории номеров арт-деко которых 115 в отеле из них 62 62 номера арт-деко с капацитетом до двух взрослых 53 арт-деко делюкс который побольше с капацитетом до трех взрослых из них можно полюбоваться прекрасным видом на город или на внутренний дворик отеля так называемый патио некоторых из этих номеров есть балкон или терраса вход выполнен в черном мраморе мраморе французском мраморе сэм лора в декоре использованы геометрические линии мрамори дерева макасар которые очень характерны для для стиля арт-деко на ковровом покрытии использованы контуры цветов лакированные тумбочки с кожаным ящиком а стены комнат покрыты шелком дверные панели шкафа выполнены также из дерева макасар в разных номерах использованы акценты в двух тонах зеленым либо оранжевым вот как в этом случае который у нас на слайде в ванной комнате они все очень интересные образована красивая мозаика на бежевом или коричневом фоне как в данном случае которые контрастируют с черными тонами мрамора сэм лора смотрится очень элегантно на полу вот вы можете увидеть более крупный слэбы этого мрамора сэм лора большинстве из этих номеров есть душ а в 20 до 9 номерах арт-деко есть еще и ванна во всех ваннах есть зеркал для макияжа фен халат тапочки но обычный набор для пятисвездочных отелей есть возможность сообщения двух или даже трех таких номеров для больших семей некоторые номера арт-деко с двумя односпальными кроватями доступны для людей с ограниченными возможностями и предлагают адаптирование душевые кабины также есть кондиционер вай фай телевизор кабельное телевидение и по запросу можно предоставить одну детскую кроватку есть также владельные принадлежности соответственно естественно рум-сервис в утилированная вода комплиментарно кофемашина и мини-бар идемте дальше как вы видите у себя на экранах мы видим один из сьютов в этом мозаик сьют 23 таких сьютов от 38 до 51 квадратных метров 15 из них из них с раскладывающимися диванами 5 из них с террасой а 15 king 2 queen и 6 twin это про кровать размещают от 3 до 4 взрослых эти сьюты прилагают вид на очаровательный внутренний дворик и дизайн интерьера здесь оттенками оранжевого и фиолетового соответственно своему названию ковровое покрытие сьютов было вдохновлено мазачным рисунком из патио отеля который мы дальше увидим еще тема арт-деко отражена и в мебели изготовлены по индивидуальному заказу и в письменном столе с удобным креслом а кроме этого из современных удобств есть 46-дюймовый телевизор с плосэкраном sony playstation media hub соответственно комплиментарно предоставляются две бутылки воды в день в каждом номере есть также и кофеварка неспрессо в этих сьютах в каждом в спальне в каждом сути есть одна двуспальная кровать или две односпальные пуховые одеялые дужки а также 40 дюймовый телевизор с плоским экраном можно выбрать номера с кроватью размера king size с меблированной террасой площадью от 15 до 20 квадратных метров это достаточно большие терраска вы поймаете особенно для парижа а в сьютах с односпальными кроватями есть диван кровать гостиной удобная гостевая ванная ванная как везде во всем отеле выполнены в мозаике отдельный душ и ванной сопровождается освещенными зеркалами телефоном ванной мягким халатом и тапочками из маховой ткани а также щедрым набором принадлежности для ванной от крестьян лакуа эти номера важно конечно запомнить что эти номера не коннектится с другими номерами как все остальные далее сьют макасар 18 таких сьютов здесь можно увидеть очень хорошо дерево макасар которое вот характерно для стиля арт-деко как я ранее говорила 18 из этих 17 из этих сьютов соединяются друг с другом или с арт-деко с номерами арт-деко вид на авеню джордж 5 есть у всех кроме одного номера это 833 номер у которого есть вид на внутренний двор размещают 3-4 взрослых в некоторых из этих сьютов есть меблированные терраса площадью от 20 до 25 квадратных метров с видом на внутренний двор и котель или авеню джорджа 5 остальные выходят на авеню с через огромные окна то есть нет террасы в просторной гостиной в голубой или бежевой цветовой гамме тщательно подобранная мебель есть два симметричных шкафа вдохновленные рульманом о котором я ранее говорила это последний из классических краснодеревщиков парижа из макасарского черного дерева они выполнены в одном располагается мини-бар а в другом секретарь с выдвижными ящиками дивидиплери софа меридиент также вдохновлена работой рульман другие эксклюзивные предметы включают картины тамары лимпидски известной польской художницы который работал в то время а также декоративный камин который видно в глубине комнаты если посмотреть в некоторых люксах в некоторых сьютах на косар из террасы есть диван кровать и гостевая ванная комната дополнительно ну соответственно как везде бесплатный вай-фай 46 дюймовый телевизор с плоским экраном дополненные медиахабом и sony playstation две бутылки воды в день бесплатные а также кофемашинами эспрессо в распоряжении гостей в спальне в каждом в каждом сьюте есть кровать размера king size с мягким одеялами подушками а также 40 дюймовый телевизор с плоским экраном а главная ванна выполнена в мозаике не гостевая главная отдельный душ и ванна который сопровождается также зеркалами телефоном халатом тапочками и всем набором ну и естественно набор принадлежности для ванной от крестьян лаква идемте к следующему слайду который очень интересен для наших гостей из стран из стран бывшего советского союза и россии это золотой сьют так называемый его площадь от 90 квадратных метров имеется ввиду что он может конъектиться с соседними номерами у него терраса с площади 32 квадратных метров с видом на патио на седьмом этаже он находится и размещает троих взрослых он очень просторный оформленный соответственно в золотых и черных тонах является настоящей витриной французского мастерства создания роскоши можно даже на фотографии ведь конечно лучше там побывать в отеле для того чтобы соприкоснуться и ощутить на себе все это ну то есть тактильная и ну атмосфера совершенно другая конечно все понимают в эти в этом сети несколько отдельных пространств включая спальню гардеробную гостиную столовую то есть у него есть отдельные гардеробные столовые ванной комнате вот она ванная комната золотого сьюта есть телевизор с плоским экраном встроенный в большое зеркало и красивая мозаика которая элегантно как видите контрастирует с черными тонами мрамора сэм воран они здесь тоже используем как во всех остальных ванных комнатах золотой сьют можно расширить с помощью коммуникационного номера арт-деко с балконом тоже и предоставляются следующие услуги и оборудование гостиной 58 дюймовый телевизор с плоскими экранами мультимедийный центр спальня телевизор с плоским экраном 46 дюймов соответственно как и везде sony playstation бесплатный мини-бар здесь кофемашины на эспрессо выбор продуктов для ванной от крестьян лакруа две бутылки воды комплементарно кондиционер сейф есть в номере мини-бар телефон следующий у нас сьют сапфир у нас один такой сьют площадью 95 квадратных метров и террасу у него 30 квадратных метров он смотрит на авеню джорджа 5 находится также на седьмом этаже и размещает троих взрослых этот роскошный на самом деле сьют в стиле ардеко в бежевых и синих тонах которые погружают своих обитателей в очень уютную атмосферу здесь есть отдельная спальня гардеробная гостиная столовые две меблированные террасы с видом на авеню джорджа 5 в ванной комнате есть телевизор с плоским экраном с вами большого зеркала и красивая мозаика которая в данном случае напоминает цвет сапфира поэтому сапфир сьют его название он предлагает тоже возможность расширения присоединяем номера ардеко с балконом также в гостиной соответственно 58-дюймовый телевизор с плоским экраном мультимедийный центр в спальне телевизор с плоским экраном 46 дюймов бесплатные также мини барков и машина эспрессо продукты для ванны от крестьян у аква две бутылки минеральной воды кондиционер сейф следующий сьют это alma сьют который с мая 2018 года после реконструкции открылся уже как новый сьют он очень просторный в светло-бежевых тонах как можно увидеть здесь на фотографии от 40 от 140 до 250 квадратных метров с учетом присоединения двух соседних сьютов вот как это выглядит в плане он легко вмещает вот таким образом когда его расширить расширяем можем получить размещение до шести взрослых до трех спален и до трех гостин соответственно здесь тоже есть все доступные возможности вай-фай телевизор и ванные комнаты мини бар и так далее кроме того этот сьют дает возможность проведения совещаний с превращением мог большой гостин который по центру находится приблизительно она дает возможность превращения в зал с большим столом где можно проводить разнообразные мероприятия также и частные соответственно какие-то бизнес-мероприятия эти совещания закрыты и так далее очень многие компании пользуются вот на этом слайде вот можно увидеть да этот слайд дает представление о том как выглядит террасы с видом на авене джорджа 5 не только сафир но и не остальные вот на данный данный слайд смотрит в сторону элисейских полей а если повернуться в обратную сторону то можно увидеть если либо башню следующий слайд такой интересный он анонсирует что в ближайшее время будет будет готов новый проект которого мы с нетерпением ждем и совместно с домом лолики патриком эльманом это один из известных гостиничных дизайнеров отель пресс-бегар создает новый двухуровневый сьют который будет объединять дух парижа и соответственно высокой французского искусства в мире дизайна этот дизайнер патрик эльман разработал множество выдающихся проектов интерьера с международным признанием с особенно тонким чувством он создает современную интерпретацию арт-деко то есть очень любит работать в этом стиле и умеет в нем работать для него качество это истинная квинтэссенция роскоши ну соответственно не только качество здесь очень дорогие материалы использованы будут поэтому совсем не удивительно что патрик эльман давно работать с домом лолик известным несколько слов о доме лолики который основан в 1888 году является одними самых известных домов франции сам основатель ренея лолик он известен как изобретатель современных ювелирных изделий и также был мастером в искусстве стекловарения со временем его имя и имя его бренда стала сенамином роскоши творчества и широко известного художественного стиля сейчас благодаря своей работе в шести областях дома ли возрождают эту творческую и как бы сказать эклектичную работу своего основателя они работают и создают ювелирные изделия декоративные изделия также занимаются дизайном интерьера занимает созданием ароматов искусством а также гостеприимством сотрудничать с несколькими отелями валик в париже только один валик вступает сотрудничество с роскошными брендами и художниками дизайнерами для создания своих потрясающих объектов и эксклюзивных коллекций которые основаны на пути и знаниях обоих партнеров все изделия из хрусталя которые производят валик изготавливаются вручную на единственной производственной площадке которая находится во франции в альза с 1921 года сьют этот будет занимать 165 квадратных метров будет расположен на двух этажах под под мансардой отель это 8 9 этажи будет замещать максимум троих взрослых вот как он примерно будет выглядеть там будет отдельная гостиная и столовая кровать размера king size и ванной комнаты выполнены в браморе будет большая терраса который будет предлагать исключительные виды на центральную часть париза потому что расположена наверху но этот вид на вашем крайне чисто иллюстративный не думайте что он напротив прямо по фронту у вас будет располагаться вид на башню на самом деле можно выйти на балкон и подогнув голову направо можно будет увидеть эту башню так же как вы не увидели на предыдущем слайде который показывал над кроватью в этом в этом сьюте будут расположены панно из хрусталя который можно увидеть левой части слайда перед вами они специально изготовлены будут для нашего сета и вот в правой части слайда наверху они будут располагаться горизонтально их видно здесь вид на париж который примерно примерно я говорю можно можно которым можно наслаждаться из выходя на балкон нашего отеля ну примерно я вот эти вот все здания можно будет увидеть 7 8 9 этажа потому что наши так достаточно выше расположены последние этажи 7 8 9 потому что в центре парижа как вы знаете там 5 6 7 этажей максимум старые здания далее мы видим тех людей которые совместно со своими командами естественно создают атмосферу отеля и это наши таланты современные так мы их называем в отеле слева направо стефанилио келек это шеф-повар это женщина соответственно очень интересный факт что у нее есть две звезды и мишле дальше я поподробнее об этом расскажу далее никола спасибо шеф-кондитер фуриан киро шеф бармен сидрик мупан сумели и директор сторона и марилия стири шеф-консьерж тоже интересно что она женщина потому что в этом мире то есть шеф-консьерж обычно бывают мужчины да также как шеф повара таких ресторанов выдающихся это в основном тоже мужчины если на нашем отеле такой вот состав интересный и очень необычный мишленовский ресторан или сцену встречает гостей эффектным освещением интерьерами созданными дизайном брюно-бурьоны французом шеф ресторана стефанилика лека который я говорила раньше она очень талантливая и представительница нового поколения всего 36 лет предлагает аутентичное щедрое блюдо из продуктов высшего качества для истинных ценителей 21 января в этом году этого года 2019 года она получила вторую звезду мишлен и она единственная женщина во франции удостоена двумя звездами мишлен отель праздника и стал единственным отелем из the luxury collection получившись такое признание свою первую звезду она получила в четырнадцатом году тоже будучи шефом ресторана для сына в нашем отеле в этом декоре из мрамора белой кожи дерева и света вокруг открытой кухни поэтому называется лесен то есть сцена кухня как сцена рассматривается делаем уранским стеклом наверху как можно видеть на слайде шеф-повар импровизирует каждый день можно и увидеть как она работает с ней соответственно вот в этом интерьере ресторана лисе работает ее коллега кондитер никола поселек который полностью разделяет ее видение она считает что блюдо должно читаться с первого взгляда понимать что что у вас тарелки лежит и соответственно тоже использует самый лучший продукт на рынке для своих шеверов не побоюсь даже этого слова который здесь принюхивается к бокалу белого вина насколько я могу видеть благодаря своему опыту в других престижных домах таких как шангри лари и жорж форс из нас жорж 5 который находится прямо в соседнем здании от нас он обогащает свою команду в области инологии и соответственно гастрономии это также способствует качественному услуживанию наших клиентов в ресторане а кроме того гости могут записаться к нему на дегустацию вин в нашем погребе дальше у нас есть еще бар мужем отеле называется он болит бар лизер или часы которые в любое время дня и ночи открыть для посетителей желающих ответ как к теле в неизменной изысканной атмосфере под причудливой люстры которые вы видите на экране и красочными фресками этого бывшего приемного зала сейчас наверху видна часть этих фресок есть у нас еще исключительное предложение отношуешься барменов лориана тиро который в позапрошлом году в семнадцатом году получил престижную европейскую награду за лучший коктейль в европе 2017 уникальное коктейльный меню он разработал которые гостью предлагается выбрать коктейль по аромату волоку во флаконах как из-под парфюма то есть к вам подходит официант вам преподносят эти флаконы и вы можете по аромату выбрать себе соответственно к коктейль вот этот наш знаменитый внутренний дворик недаром я говорю знаменитый потому что он очень известен и очень популярен среди местных жителей среди жителей парижа и этого центрального района как видите здесь есть мозаика знаменитая она тоже в париже тщательно на восстановленную архитектором бренобурене и каждый летний сезон внутренний дворик переосмысливается через новую тему то есть приглашается шеф-повар из какой-то другой страны в прошлом году это был ливан ранее было бразилия мексика и так далее и при помощи шеф-повара этой страны воссоздается и готовится блюдо соответственно это эти национальные блюда той страны из которой приехал шеф-повар здесь стик мрамор пальмы богенное кресло все настраивает на успокоение создают эту успокаивающую обстановку в центре парижа кроме того вот это крупным планом мозаики мозаика кроме того у нас устраивается воскресный бранч каждые каждое воскресенье подается с полудня до трех часов предлагается также детские развлечения в ресторане баре и пати очень богатое меню и поэтому бранч востребован популярен не только среди гостей отеля но и как я уже говорила среди местных жителей в том числе поэтому если гости хотят присоединиться рекомендуем сообщать об этом заранее а также если они будут пребывать в париже у нас в отеле по пятницам и по субботам соответственно тоже если хотят посетить бар лизер рекомендую делать заранее запрос и бронировать столик потому что он тоже очень сильно востребован пятница пятница суббота вечер это ну так сказать тяжело достать столики тяжело найти поэтому если наши клиенты хотят отведать там и посетить посидеть и отведать эти блюда в баре то пожалуйста делайте предварительные запросы ну и предварительно заказывайте столики дальше как видно оздоровительный центр так называемый лиспа сьют который но во многом индивидуально потому что располагается в сюте на минус первом этаже и мы работаем с оливье ликоком это такой бренд известный в париже в некоторых отелях других тоже представлен он производит натуральные продукты и некий лексик пари так называемый продукт на сто процентов натуральный происходит органического сельского хозяйства используется только органические продукты сельского хозяйства в основном из франции забота и персонализации лежат в основе но философии на каждый сеанс варьируется от 45 до 120 минут оздоровительные центры состоит как можно видеть здесь перед вами косметический стол 2 2 массажных стола парная и большой душ который отделаны зеленой мозаикой этот спас ют доступен каждый день с 9 утра до 9 вечера но по запросу или в случае недоступности с youtube потому что он один номер там 160 очень недоступности все это атмосфера спа будет вас воссоздана в комфорте уединение номера или счета каждый день можно воспользоваться таким предложением с 8 до 22 часов то есть ваш рук ваш номер приходит специалисты устраивают мягкий цвет свечи запах и так далее и даже если вы будете или ваш клиенты будут пользоваться этой возможностью принять у себя в номере спас ют и воспользоваться то это будет даже по сравнение с тем что они могут предложить в самом сети внизу кроме того у нас есть отличные условия для отдыха и занятий спортом внизу тоже на минус первом этаже очень уютный зал которая открыть ежедневно и круглосуточно для современными тренажерами для силовых тренировок и для кардио тренировок далее детский рюкзак с подарками и сладостями для наших маленьких гостей все получают все маленькие гости нашего отеля получают такой рюкзак и соответственно если вы хотите изучить париж или походить по городу в пешком или или как вам угодно можете воспользоваться взять этот рюкзак положить что-нибудь туда ну конечно у нас с подарками и сладостями уже предоставляется ну дети очень радуются всем подарками и этому конечно в частности тоже здесь интересный такой момент потому что благодаря глубокому знанию города и района парижа соответственно не всего региона и стране страны страны в целом наш консержи в распоряжении всех гостей они могут очень облегчить поездку и помогут найти настоящее сокровище города света а вот тоже интересная говорила самый интересный такой момент у нас главный консьерж сама марилия стари может поприветствовать ваших гостей по прибытии и лично по запросу и по возможности по времени может провести небольшую пешую прогулку по району показать интересные достопримечательности по близости гости соответственно могут наслаждаться советами и и команды чтобы открыть для себя памятники парижского арт-деко самые красивые дома множество скрытых сокровищ в париже которые находятся многие из которых находятся в пешей доступности от нашего отеля например можно пешком дойти там две-три минуты ходьбы в самом буквальном смысле это музей и всем ран который открылся в семнадцатом году мы можем помочь соответственно с покупкой билетов для гостей там у них постоянно меняется программы можно пройти по ссылке внизу слайда на их веб-сайт и ознакомиться с программой соответственно тот период когда ваши клиенты будут будут в париже также очень интересный такой момент который это недавно совершенно это по моему снега ноября месяца шоппингом можно заниматься уже и по воскресеньям в париже самые известные магазины которые находятся в городе как вы видите несколько из них они все будут работают и будут работать и по воскресеньям тоже потому что очень многие люди приезжают на выходные в париже жалуются что по воскресеньям все закрыто купить не нечего и так далее и тому подобное потом поэтому сейчас уже не будет такой проблемы дальше наши награды нашего отеля в прошлом году вот это вот который конди нас две тысячи восемнадцатого года без лакшери потел сантой в прошлом году в первый раз такая такой приз был получен отелем которые не входят в список список поле или полосы так называемый первый такой отель который получил получил такой такой приз это правильный стегар потому что он очень достоин этого по поводу нашего 90-летия мы тут сделали специальное предложение для участников программ которые вы можете видеть в красном цвете со 2 января 2019 года это началась эта компания скажем так можно остановиться на четыре ночи и соответственно заплатить 90 евро всего за четвертую ночь в этих категориях номеров арт-деко арт-деко делюкс и чьют мы мозаик а это предложение может быть комбинировано например с другими предложениями там пребывание 6 ночей оплачивается только 4 и так далее плюс есть дополнительные преимущества которые можно увидеть на самом слайде кредит на питание напитки в размере 100 долларов за номер за весь период проживания ежедневный завтрак для двух гостей бесплатный стандартный доступ в интернет в номере вип уход и ранний чеки не поздно чека по возможности следующий слайд тоже с предложением для участников тех программ которые видите в красном цвете у себя на мониторах тоже покупка все это совместно галерила поет покупка в самом все эти вашем сети если вы хотите воспользоваться запрашивать своего личного продавца он приходит ваш гостиничный номер с выбором одежды аксессуаров по в мире так далее и даже консультирует вас о том что что вам бы было предпочтительно приобрести соответственно по вашему стилю образу жизни и так далее это при проживании на две ночи минимум и комбинируется с комплементарными предложениями для всех участников этих программ которые вы видите в красном цвете плюс есть дополнительно еще это не привязаны ни к каким программам это для клиентов абсолютно всех для всех гостей которые проживают в отеле мы тоже рады предложить vip обслуживание совместно с галерией лафаэд это в центре парижа галерия лафаэд осма доступ к приватному суть галерии лафаэд можно заказать частного продавца или консультанта может быть лучше консультанта сказать потому что на самом деле они консультируют можно это заказать на ресепшн в отеле есть еще и бесплатный лимузин сервис туда и обратно из отеля если кому-то потребуется плюс доступ в веб-зал у них в магазине и немедленный возврат минус 12 процентов ндс потому что если вы воспользует кто-то воспользуется из ваших клиентов подыдущим предложением которые в сьют и в самом отеле там не сразу не могут сделать возврат ндс это делается только в магазине ну соответственно здесь в этом приложении закуски включая бокал шампанского и доставка вашей покупки в пределах парижа если вы не хотите в отеля куда-то другой место следующий момент который интерес может быть многим коллегам которые сейчас смотрят эту презентацию мы предлагаем вам выиграть ваучер одно пребывание на две ночи артика в номере арбико делюкс двухместное размещение с полным американским завтраками с дегустацией в отель и бар в баре лизер если вы будете первым кто-нибудь из вас первым подтвердить бронирование прониза галь может выбрать этот ваучер такое предложение действительно до юня 2019 года можете нам найти оба адреса которые видите на своем экране нам писать и соответственно мы известим если мы увидим мы известим вас что вы забронировали первым у нас есть список я надеюсь что будет список участников этой презентации и соответственно мы направим на ваше имя ваучер если вы сумеете первыми первыми забронировать из всех участников большое всем спасибо за присутствие на презентации сегодня как вы видите это мои контактные данные я нахожусь в москве уже лет семь так я сама родилась в болгарии жила достаточно долгое время греции много-много лет потому что на греческого происхождение это так чисто такая личная информация дальше есть почта соответственно электронную почту бронирование самого отеля и у нас есть коллега который занимается тремя отелями в париже поэтому она как сказать отвечает за за восточную европу страны бывшего советского союза россии украины армении казахстана азербайджана и так далее поэтому с ней тоже можно контактировать это ее тоже контакты но она разговаривает по французски и соответственно по английски по русски она не разговаривает поэтому если вы хотели бы по русски с кем-нибудь пообщаться то лучше обращаться ко мне вот всем спасибо вам большое за присутствие сегодня на нашей презентации если есть какие-то вопросы относительно отеля или вообще то можете напечатать я все вижу насколько я знаю очень большая география участников сегодняшнего сегодняшнего вебинара поэтому очень интересно со всеми с вами пообщаться было и будет в будущем конечно сейчас когда мы уже знакомы какой возможно самый простой номер для размещения семьи два взрослых детей так смотрите катерина если вы мне свой свой имел здесь дадите сейчас я могу письме лично ответить презентацию можно презентацию завтра или послезавтра не знаю но в ближайшее время коллеги с тех поддержки профит требовал вам отправить а я всем отправлю информацию на почту всем абсолютно потому что у меня есть ваши ваши данные ну ваш контактные данные и телефоны и почты пришли и слайды ну могу отправить вам ссылочки если я так делаю потому что они достаточно тяжелые могу вам ссылочки отправить в google диск и самостоятельно можете туда проходить и открывать соответственно сослать конечно и эту презентацию если кому-то интересно спасибо вижу я вижу что некоторые коллеги пишут печатают всем остальным конечно удачного дня или доброго вечера или спокойной ночи ли она у всех соответственно да хорошо да я вижу всех разное время за суток у кого-то обед у кого-то уже вечер да сейчас пожалуйста вы все от меня получите получите письмо соответственно с информацией относительно отеля и всего поэтому будем на связи и дальше буду очень рада если будем переписываться если будете в москве конечно сейчас я найти теперь стоит не знаю крануть из вас будет здесь или нет или каких-то других форм формах выставках то можете конечно сама связываться можем встречаться разговаривать отдельно делать презентацию так далее это можно и онлайн в другое время когда вам будет удобно то можно это все дело повторить переговорить и так далее ну хорошо и контактные данные имеется в подписи моих песен поэтому вы их тоже получите когда я вам разошлю информацию дополнительную спасибо всем еще раз за участие желаю хороших продаж удач всем радости счастья всего доброго у Продолжение следует... 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 Продолжение следует...